После аннексии Германии, независимого государства Австрия в марте 1938 года и «Хрустальные ночи» в ноябре того же года, начались отчаянные усилия по вывозу 10 тысяч детей в Британию. Этот роман, хотя и является художественным вымыслом, основан на подлинных событиях отправки из Вены первого из серии киндер-транспортов – поездов с детьми. Им руководила Гертруда Висмюллер-Мейер, жительница Амстердама, которая начала спасать детей еще в 1933 году. Дети называли ее «тетей Труус». Часть 1. Время до. Декабрь 1936 года. На границе. Крупные снежные хлопья придавали сказочность виду. Призрачный белый замок за окном словно парил над вершиной белого холма под крики кондуктора. «Батбентхайм. Поезд прибывает в Батбентхайм, Германия. Пассажирам, следующим в Нидерланды, приготовить документы». Гертруда Висмюллер, голландка с твердым подбородком, крупным носом и резко очерченными бровями, с большим ртом и добрыми серыми глазами, наклонилась к малышу у нее на коленях и поцеловала его раз, потом другой, ненадолго задержавшись губами на его гладком лбу. Потом протянула ребенка сестре и сняла ермолку с головы их братика, который еще не твердо стоял на ножках. «Es ist in Ordung. Es wird nicht lange dauern. Dein Gott wird dieses einmal vergeben», — ответила Трус на возражение детей на родном для них языке. «Все хорошо. Это ненадолго. Ваш Бог нас простит». Когда поезд, шумно выдохнув напоследок, остановился, средний мальчик вдруг бросился к окну с криком «Мама!» Трус, поглаживая ему волосы на затылке, проследила за его взглядом в заснеженное окно и увидела платформу. Там, несмотря на метель, немцы стояли в упорядоченных очередях, носильщик толкал нагруженную багажную тележку, сутулый человек-сэндвич расхаживал с рекламой какого-то ателье на спине и на груди. «Ага, вот и она!» Стройная женщина в черном пальто и шарфе стоит у прилавка с сосисками спиной к поезду. Это ее громко зовет мальчик. «Мама!» Женщина повернулась к ним лицом. «Мама!» «Мама!»